Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Шмини. В Украине идет страшная война, мы, евреи, идем в войну с российским фашизмом, кто как может. Но главная наша работа, она на духовном фронте. Мы в борьбе за победу над злом должны усилиться в изучении Торы, молитве, в Милут Хасадим. Нашу работу за нас никто не сделает. Вы видите, я нахожусь у Котоля, в Иерусалиме, стараюсь молиться, делать эту работу за победу. Добра над злом. В нашей недельной главе, перечислив виды животных, которые запрещены для употребления в пищу, Тора подводит некий итог. Написано, вот закон о скоте и птице, всяких кишащих в воде существах, о всяком существе, присмыкающемся по земле, чтобы отличить нечистое, таме, от чистого, тагор, и животное, которое можно есть, от животного, которого нельзя есть. И вврисовое слово таме образовано от того же корня, что и слово атум, что в переводе на русский язык означает непроницаемый, герметически плотно закрытый, как бы закупоренный. И в Израиле в каждой новой постройке, это известно, обязательно строят специальное помещение хедер-атум, герметически закрывающаяся комната, способная защитить людей в случае даже химической атаки. Но что это за закупорка такая, и как она связана с животным, предназначенным в пищу и непредназначенным? Я начну с одного аспекта, раскрытия которого я слушал Раф Свирского, практикующего психотерапевта, Габая, одного из менянов, у Котеля здесь, с которым я здесь тоже познакомился. И сказано в нашей недельной главе Опять два слова с корнем таме, да, и это переводят как не осквернитесь ими, так как осквернитесь ими. Да, интересно. И такое дублирование, как всегда в Торе, имеет основание для мудрецов, для дополнительного толкования. Кроме того, второй раз «осквернитесь» написано бескорневой буквой «алев» и превращает это слово прямо в «закупортись». И получается, вся фраза звучит «не осквернитесь ими», так как «закупоритесь ими». То есть повелевает нам Бог в Торе, ешьте только то, что чистое это гор, не таме, не оскверненное, не закупоренное. И понятно, что Тора, естественно, имеет в виду какой-то духовный аспект этого понятия. Объясняет Кабала, что одна из причин, почему мы едим кошерное, это дать нам доступ к более высоким духовным энергиям. Как это, спросите вы? В Кабале есть два духовных понятия. Это «ор» — свет, и в нашем разговоре это понятие будет, если говорить о духовной энергии. И «кли» — сосуд или некая характеристика, отражающая способность или принимать, или реализовывать имеющуюся энергию. Так вот, в тех объектах творения, которые в начале процесса творения были сотворены раньше, внутренний свет или духовная энергия, она сильнее, чем у того, кто был сотворен позже. А «кли» — сосуд — намного слабее. Сейчас будет понятнее на примере. Первым была сотворена неживая природа — земля, камни, и затем растительный мир, травка, растения, затем животные, живые существа, и в конце — человек. Так вот, в камне, как в наиболее раннем творении, скрыта огромная энергия. Ее наличие мы явно видим в таких камнях, как Куран, в других камнях ученые и не научились еще пока извлекать. Но камни в большинстве своем, они такие невзрачные, серенькие, и это и есть то, что говорит Кабала — простой и слабый «кли» — сосуд камня, который не может проявить и реализовать скрытую в нем высокую духовную энергию — «ор» — свет. Следующий по очередности творение — растительный мир. Растения выглядят уже привлекательнее, чаще всего имеют запах, вкус. То есть растительный мир имеет сосуды, способные на более высоком уровне, чем камень, реализовать свой свет, свою энергию. Но самой энергии у них меньше, и поэтому растения берут свою энергию из земли. Так устроил Всевышний, что отдавая свою энергию более высокому творению, более низкое творение, в данном случае камень, получает раскрытие своей энергии на более высоком уровне. И так же происходит на следующей ступеньке между животным и растением, и верхний уровень мы доходим до человека. У него меньше всего духовной энергии, но самый сильный сосуд, то есть способность этой энергией воспользоваться и реализовать. И когда человек, венец творения, ест растение или животное, то с одной стороны он дает возможность этим низшим творениям выполнить свою функцию, предназначению заложенным создателем, наполнить его энергией. С другой стороны, человек за счет своих возможностей дает раскрыться более высокой энергии животным. А также за счет этого получает доступ к этим высоким энергиям и способен их использовать на свои и высокие цели. При всем при этом нельзя забывать, что у каждого творения есть душа, и в результате всей этой цепочки души животных, растений, даже камней, они как бы счастливы от того, что они могли подняться на самый высокий уровень, и что они могли бы сделать без человека. И человек позволен реализовать эту задачу в мире. Но, кстати, если человек не ест мясо, то он лишает животного всего этого и ломает всю цепочку духовной энергии. А значит, не выполняет свое в этом предназначение. И отношение Бога к нему из-за этого понятно. Как все это работает у неевреев, я не знаю, не могу сказать, но для евреев, как всегда, все упорядочено. Работает закон. Взять эту энергию мы можем только у чистого, тогор животного. И нечистая, тамэ, эта энергия закупорена для нас. У нас нет к ней доступа. Кроме того, тамэ животное само закупорено и не имеет доступа к высшей энергии. И это, но это не все. Дальше с животным все должно быть произведено по законам Тора. То есть по воле Бога. Оно должно быть в соответствии с законом Тора зарезано, допущено до еды. Мы говорили там проверка, удаление крови, вы помните, забыли прошлый врок. Должно быть приготовлено и, наконец, съедено в соответствии с законами Тора. Когда говорится специальное благословение, до и после, да, отдельно, для разной виды еды. И только когда все это реализуется, тогда душа этого чистого животного поднимается наверх и счастливая получает награду. А еврей получает через нее доступ к высшим энергиям духовным. И кроме этого награду за то, что полноценно выполнил свою функцию в этой цепочке духовной энергии. Если же что-то из этого евреям не выполняется, то цепочка рушится и это все не работает. То есть душа животного не поднимается и его энергия не освобождается. И ни животное не выполняет свое произношение, ни человек со всеми исходящими из этого последствиями. Кроме того, в мире происходит разбалансировка, нарушается целостность. И это один из источников негативной энергии и всех разломов и разладов в мире. Кстати, войн, цунами и так далее, землетрясений. Кроме разных последствий от нарушения законов Бога, чрута, еды и так далее, евреи еще вызывают на себя реакцию неба за весь этот разлад. И это нужно хорошо для себя понять. Естественно, эта вся схема не реализуется с животными нечистыми. Тамэль. И на возражения людей, которые очень любят некошерную еду и говорят тем, кто ее не едят, «Вы знаете, что вы теряете?» Им в ответ можно сказать то же самое, с учетом всего сказанного выше. А вы знаете, что вы теряете? И это большой урок для нас, евреев XXI века. Особенно для тех, кто еще не ест некошерную. Ну и, кстати, не ест мясо тоже. Теперь посмотрим еще глубже чуть-чуть. Как я уже сказал, что понятие Тамэ означает, что объект, пребывающий в таком состоянии, закрыт от получения духовной энергии, исходящей из Творца. Это объясняет Рамхаль в своей книге Даре Хашем подробно. Всевышний, когда Всевышний создавал мир, он в нижнем мире создал баланс, при котором поступление Божественного Света здесь максимально ограничено, даже скрыто. Ведь в противном случае мир переполнился благоевой энергией и не мог бы существовать автономно. Зарвался как бы от переполнения энергии. Но, с другой стороны, мир не лишен возможности получать эту Божественную энергию, без которой он не сможет выжить. И оставлена потенциальная возможность контакта с ним. И Всевышний создал часть творений, способной воспринимать его Свет, его духовную энергию. И они относятся к Тагор. И они впитывают излучение духовной энергии, обеспечивая тем самым существование мира. Другая часть, лишенная этой способности, была создана, чтобы функционировать в состоянии духовной темноты. Она обозначается понятием томы и удерживает Вселенную от постепенного растворения и полного слиятия с источниками. Обе части составляют единое целое и взаимодействуют определенным в определенной комбинации. Такая конструкция не только обеспечивает жизнестойкость Вселенной, но и содержит в себе возможность свободы выбора. Концепция Кашрута – прекрасная иллюстрация воплощения этих идей в земной жизни, модели устройства мира. Энергию для жизнедеятельности мы получаем из употребляемой пищи. Если мы едим продукты тамэ, нечистые, некошерные, мы выбираем автономность. Если же мы стремимся к соединению с энергией Творца, мы должны питаться продуктом из-за не Тагор. Кроме того, здесь накладывается вся система обмена энергии, которую я сказал выше. Поднятие и так далее. И важно помнить, что Всевышний формирует свое отношение к тем, кто является его партнером в поддержании всего обмена энергии в мироздании. И свободный выбор мы делаем каждый сам. Я желаю нам хорошего окончания дня, брахава от слаха, силы выносливости в эти непростые времена, победы добра над злом. Чтобы прекратились умирать люди и чтобы перестали бомбить наши города и разрушать наши жилые дома. И остаемся и дальше в поисках смысла.